В эфире информационного канала Севастополя. Программа в контексте. Говорим о проблемах обслуживания многоквартирных домов. У нас в студии владелец квартиры в многоэтажном доме пенсионер Поляков Юрий Захарович и юрист Евгений Борисович Колтунов. Здравствуйте. Давайте начнем наш разговор. Юрий Захарович, начнем с вас. Все-таки общая тематика проблемы обслуживания многоквартирных домов. Расскажите об этом подробнее. Мне она немножко близка, потому что эта проблема столкнулась уже еще при старой власти. Это было в 2012 году. Наш дом, наш многоквартирный дом, он находится в балке. И, естественно, очень многие проблемы с этим связаны. То есть разница между высокими зданиями, которые находятся на горке, и теми где-то порядка 100 метров. А это значит, что давление 10 атмосфер у нас. И любые гидродинамические удары, которые случаются по разным причинам, приводят прорыв к нашему подвале. И наш подвал очень часто затапливается. Вот с этого все и началось. В 2012 году у нас была авария канализации, и нам пришлось где-то месяцев 4 бороться, чтобы нам хоть как-то привели в порядок. В принципе, исправили канализацию достаточно быстро, а вот привели в порядок подвалы и прочее. Это произошло где-то в 4 месяца. То есть в ноябре месяце, последний раз, они навели порядок подвали. То есть опыт мы приобрели с этим планом. И мы поняли, что в данной ситуации, то есть при Украине, ответственности ни у кого нет за то, как содержать дом. Ну и с другой стороны, я потом, когда более глубоко копнул, и сами жильцы, владельцы квартир, они практически не знают ни своих прав, ни своих обязанностей. Они даже не знают, где их имущество и где имущество, общее имущество дома. Ну то есть основная проблема получается в том, что, скажем, городские службы, управляющие компании сейчас работают не на должном уровне, да, для того, чтобы ремонтировать многоквартирный дом, ну, к примеру. Ну, в принципе, вот сейчас, после всех передряг, вот наша управляющая компания, я не могу сказать, что она к нам, это плохо, это самое. То есть она вот в прошлом году, по нашему первому вопросу, поменяла трубы в подвале где-то, 100 метров труб поменяла. Вот, воду откачала, причем, так как я уже объяснил, что достаточно часто затапливается подвал, вот, она буквально в этом году уже откачала воду. То есть если найти подход с управляющей компанией, то вполне можно взаимодействовать. То есть там работают не какие-то марсиане, которые только и хотят, чтобы ободрать деньги, полудить и ничего не сделать. Там обычные люди работают. Ну, а можно ли экономическими методами организовать эффективную работу в управляющей компании? Вот, в принципе, я о чем, я и хотел вот этот затронуть момент. Потому что командная единственная третийная, которая до сих пор это происходило, она не получается. А если задействовать экономическое, то мне кажется, что вполне. Что такое экономические методы? В принципе, сейчас для многих, особенно жильцов, проблема поставлена с ног на голову. Они все еще привыкли, думают и мыслят советскими категориями. Хотя, если мы платим в управляющей компании, а она нас обслуживает, то есть уже подход должен быть. Кто платит деньги, естественно, он должен контролировать и спрашивать. То есть он должен. А у многих они приходят в управляющую компанию, вот я, к которой раз сталкиваюсь. Они так, очень скромненько, так боязливым, вот, жалуются. А при чем тут жалуются? Если вы платите деньги, разве надо требовать, а не жаловаться? Даже вот такая тонкость. Вот, примерно. Ну, то есть, получается, основная ответственность, она лежит на жильцах дома, да, а не на управляющей компании? Да, вот, да, вот я как раз хотел сказать, что многие просто забывают, что основная ответственность все-таки, это их квартира, не государственная, не управляющая компания. И им там жить, и это их ответственность. И если они нанимают управляющую компанию их обслуживать, то это, опять же, их ответственность, что они наняли эту компанию. Не нравится, в принципе, можно поменять. Или, опять же, экономическими методами воздействовать. Но здесь сразу возникает проблема тарифов. Размер тарифов, вот как я не пытался еще, вот, и при украинской, и, вот, и при нашей российской власти, уточнить, как рассчитывается методика, как рассчитываются тарифы. Никто не говорит, все говорят обычно, что, вот, тарифы очень маленькие, их надо повышать. Хотя, сами тарифы, если посмотреть, что это такое, сколько стоит дворник, примерно понятно, сколько зарплату дворника. Сколько стоит вывезти мусор, тоже понятно. Все дезодорации и другие профилактические работы, они тоже стоят каких-то конкретно денег. Вот даже замена труб, я просто посчитал, это достаточно, не такие уж и большие деньги. Вот, 100 труб по 200 рублей, каждая труба, 100 метра трубы стоит 200 рублей. И работа, это два человека два дня. Можно сразу же посчитать, сколько это было, себестоимость этих работ. Вот, а конкретного тарифа, почему такие тарифы, почему 7 рублей, а не 20 рублей или не 5 рублей, я не знаю, и вот я не могу сказать сейчас. Вот, я написал управляющей компании в начале этого года письмо, естественно, собрал подписи всех жильцов дома. Вот, управляющая компания отчиталась перед мной, что они сделали. В принципе, я могу показать, что они это самое, что они сделали на наши деньги. Но они отчитались в общем. Ну, то есть, все равно за эти деньги они проделали ту работу, которая положена была? Здесь есть разница. То есть, допустим, то, что они меняли трубы, в отчете нет. Они в общем, вот я могу сказать, общие, какие конкретные работы они не расписали. Они отчитались о тех графах, которые забиты в договоре. Вот, допустим, содержание дома, уборка территории, вывоз мусора, содержание общей коммуникации, то есть водопровода. А в этом водопроводе как раз и скрыто, что был ремонт какой-то. То есть, конкретно, я так и не понял, из того отчета, который они нам прислали, я так и не понял, хватает им тарифов, не хватает их тарифов. Ну, хорошо, вот, в принципе, проблему будем более в общем обсуждать. Вот, Евгений Борисович, по поводу взаимодействия управляющей компанией с жильцами города. То есть, в любом случае возникает много вопросов с юридической точки зрения и в целом. Да, расскажите поподробнее. Ну, то есть, хотелось бы сделать вступление небольшое, что, ну, по нашим законам провозглашены два основных принципа в этой части. Это принцип частной собственности, да, и принцип времени содержания этой собственности. То есть, любой собственник квартиры, он является как собственником квартиры, да, так и частью общего имущества дома. Куда входит и кровля, и чердачные помещения, и подвалы, и лестничные площадки, и там, и общие инженерные сети. Вот. Так вот, по закону все это является, ну, в том числе, собственностью, и бремя содержания этого имущества должен нести непосредственно собственник. То есть, ни государство, ни управляющая компания никому не должна. Это то же самое, как автомобиль. Если у человека есть автомобиль, он же понимает, что он должен быть чистый, этот автомобиль быть. Соответственно, техническое состояние, его должно быть нормальным для того, чтобы не нести угрозу для других участников. Движение с квартиры то же самое, потому что, ну, тот же многоквартирный дом, это достаточно большой объект. Там много конструктивных элементов, которые там из-за веткости, не надлежащего ухода, могут нести угрозу для окружающих лиц. То есть, может что-нибудь упасть, ветка там, порваться и так далее. То есть, по закону бремя содержания лежит на собственнике. У людей, которые живут, скажем так, в частном секторе, где один дом, один собственник, у него вопросов-то никаких не возникает. То есть, я должен нести капитальный ремонт, я должен сам убирать свою территорию, мыть, красить и так далее. Абсолютно другая картина у собственников квартир. Здесь это тоже частный случай, скажем так, частной собственности. Понятно, что чем больше дом, тем больше жильцов, соответственно, между собой сложно договориться о том, как это все нести. Причем ситуации разные бывают. У людей разные доходы, разное свободное время и так далее. Поэтому государство, оно все-таки приняло закон для того, чтобы это объединить. То есть, функция государства в данной ситуации, оно приняло закон, чтобы как-то объединить и урегулировать это. Но обязанность жильцов по содержанию своего имущества никто не снимал. Поэтому по многоквартирным домам, законом предусмотрено три способа управления. Это непосредственно управление по домам, где менее 30 квартир. То есть, где жильцы сами все содержат. Далее, жильцы могут нанять какого-то исполнителя, это управляющая компания, заключить с ними договор. Или же объединиться в ТСН и делать это товарищесо-собственников недвижимости в каком-либо виде. Там товарищесо-собственников жилья, жилищный кооператив и так далее. И, соответственно, своими силами. То есть, кто-то из жильцов там подметает, кто-то моет, кто-то следит. Что касается отношений с управляющей компанией. Это абсолютно договорные отношения. То есть, как жильцы договорились, так, соответственно, они с управляющей компанией работают. Требования в данном случае законных государств о том, чтобы живой дом соответствовал строительным нормам, правилам, техническим требованиям. Вот. Поэтому, ну, я с людьми очень много общаюсь и вижу в их глазах заблуждение. То есть, условия договора, стоимость этих тарифов, я имею в виду именно за обслуживание дома, устанавливаются жильцами. Они могут установить 7 рублей, могут 20 рублей с квадратного метра установить, могут 50. Управляющая компания, они могут утвердить условия договора, да? В условиях договора единственное требование закона, чтобы соблюдалась минимальный перечень, то есть то, что должно быть. То есть, у нас с правилами соответствующим персональным правительством установлен минимальный перечень каких работ. Там всего 28 позиций, что точно должно быть. Но ничто не мешает сделать больше и за это платить больше. Вот. И, соответственно, на вот этот вот переходный период, пока жильцы не, ну, жители города Севастополя не определились с управляющей компанией, то есть городом были созданы вот так называемые ГУПСы, куда по территориальной принадлежности передали дома. То есть, людям дали время для того, чтобы они определились, или они определяются в ТСН, или же они заключат договор с какой-нибудь другой управляющей компанией, или же, соответственно, останутся в ГУПСе. И установили минимальную стоимость, ну, это постановление правительства, за вот эти минимальные услуги. Вот установлено. Но ничто жителям не мешает отказаться от ГУПСа, да, и уйти в какую-либо другую управляющую компанию. Ну, управляющая компания при заключении договора, получается, несет ту ответственность, которая прописана в договоре. Да. Соответственно, ну, условия договора, они вообще согласуются с общим собранием. То есть, что там жители написали, там не менее минимального перечня должно быть. Управляющая компания, соответственно, смотря этот договор, ее тоже никто не обязывает заключать договор, да, то есть она должна посмотреть, а, во-первых, устраивают ли их объемы работ, потому что они могут быть большие устраивают, если это цена. Если их не устраивает, соответственно, управляющая компания точно так же может не заключить этот договор. Здесь свобода договора. Ну, коль уж заключила, будь любезна, выполняя эти условия договора. Вот. Поэтому здесь жителям нужно четко понимать, что они хотят от управляющей компании, да, и сколько они за это будут платить. Потому что, ну, очень часто, опять же, сталкиваются с тем, что люди увидели, что есть постановление правительства нашего, губернатора, да, об установлении минимальной стоимости за квадратные метры. Они не понимают, что входит в эту плату. То есть они за это хотят сразу все, чтобы у них и трубы были хорошие, да, и подъезды побелены, и бордюры сделаны, и все. Это не входит. Есть минимальный перечень. Хотите больше, пожалуйста, управляющая компания вам может сделать, но за это надо будет платить. Вот. Поэтому изначально, для того, чтобы в вашем многоквартирном доме было все хорошо, утвердите или хотя бы изучите тот договор, который у вас на настоящий момент заключен с управляющей компанией. Тогда вам будет понятно, за что вы платите. Чтобы не задавать просто лишних вопросов, не тратить свои нервы и время своей управляющей компании. Еще раз говорю, хотите больше, ничто не мешает договаривать с управляющей компанией. Понятно. Ну, а вот, например, Юрий Захарович, по поводу успешных управляющих компаний. Вот вы поднимали интерес на этот вопрос? По Российской Федерации существовали? Да, да. Я в свое время этим заинтересовался вопросом. И благо, что есть под рукой интернет. Я искал в интернете, связывался с разными городами, выходил конкретно людей. И практически успешных управляющих компаний, за исключением под Москвой, там кто-то сказали, что вот у нас успешные, мы довольны. Но когда я попытался, говорю, я готов затратить свои собственные деньги, приехать к вам по обмену опытов, не захотели выйти. То есть вопрос об успешных управляющих компаниях, поэтому я могу сказать, что пока я не знаю. Таких случаев не нашел в интернете. Пока не встречайте. Вот Евгений может сказать. Он как раз материкал, он может что-то сказать. Да, Евгений, пожалуйста. Это очень сложный вопрос. Видите, для того, чтобы успешной управляющей компанией быть, должно, я вижу, выполняться основное требование. То есть жильцы должны платить деньги. Просто статистика показывает, что в среднем где-то неплатежи составляют 30% от стоимости. Причем это обязанность жильца, а не управляющей компанией. То есть, опять же, еще раз повторю, в договоре управление многоквартирным домом две стороны. С одной стороны это управляющая компания, с другой стороны жильцы. Там в преамбуле договор так и написано, что собственники помещения в многоквартирном доме в лице председателя, с одной стороны и другой. Так вот, обязанность платить, это все-таки жильцов. Если жильцы будут платить, то, как правило, управляющая компания успешна. Если они это не платят, то у управляющей компании трудности объективные. То есть, еще поясню, сам платеж ежемесячный, он небольшой. То есть, и за 500 рублей та же управляющая компания, ну, средний платеж, да, за содержание, она в суд не пойдет. То есть, долг должен накопиться, ну, хотя бы там 10-15 должно быть, чтобы для управляющей компании актуально было подать в суд на жильца. Раньше просто не рентабельно, это нужно армию юристов иметь, за каждым жильцом бегать. Понятно, понятно. Вот. А, соответственно, ну, чтобы 15 тысяч долг накопился, жильец где-то, ну, года три должен не платить. То есть, получается, что в среднем управляющая компания где-то 30% своего жилищного фонда 3 года обслуживает бесплатно. Ну, это просто, сами понимаете, какая рентабельность должна быть для того, чтобы эти убытки покрывать. Я думаю, что мы еще не раз встретимся в этой студии, будем обсуждать эту тему, она очень обширная. У нас совсем не осталось времени, поэтому спасибо большое, что пришли и донесли информацию. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом «Севастополь». Я напоминаю, мы говорили о проблемах обслуживания многоквартирных домов с владельцем квартиры, пенсионером Поляковым Юрием Захаровичем и юристом Евгением Борисовичем Колтуновым. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова